Привет, друзья! Если вы помните, пару месяцев назад я делал репортаж о сильных пожарах на границе штатов Куинсланд и Новой Южной Уэллс. Тогда пострадало очень много домов, в том числе сгорели старые постройки, которые охранялись государством, как называется Heritage. Очень многие люди были эвакуированы, в том числе мои знакомые рассказывали, как у них была эвакуация по второго ночи из-за угрозы пожаров, потому что огонь двигался с очень большой скоростью, но, к счастью, их дом не пострадал. И в тех пожарах пострадали в основном дома, которые были построены где-то в глубинке, где-то в лесу. И за последние два месяца ситуация улучшилась, температура понизилась, ветер стих, и многие очаги возгорания были локализованы. То есть они не уничтожены, а именно локализованы, то есть пожарные держали это все под контролем. Однако, буквально за последнюю неделю, особенно в прошлую пятницу и субботу, опять из-за большой температуры, из-за очень сильного ветра, опять пожары разгорелись. И только за один день, точнее за одну ночь с пятницы на субботу, было уничтожено более сотни домов. Трое человек погибли, пятеро человек до сих пор считаются без вести пропавшими. И из-за ветра, который дует с континента в сторону побережья, фактически все прибрежные города в Австралии заволокло, включая и Брисбон. Такая дымовая завеса над Брисбоном вот уже несколько дней, но еще больше страдает городок, который находится буквально в двух часах езды от Брисбона, это порт Макуари, который полностью окутан дымом. Там стоит фактически красный зарево, потому что огонь вплотную подошел к окраинному городу. И при сильных порывах ветра пожар может распространяться со скоростью 40-50 км в час. Вы можете представить, когда идет такая 20-ти или 30-ти метровая огненная стена с такой скоростью. Пожарные при поддержке вертолетов и самолетов стараются защитить дома. Однако страдают многие хозяйственные постройки. Самое печальное это домашние скот и дикие животные. И как вы видите, пожары распространяются от Сиднея, фактически от Голубых гор, до Саншайн Коста и даже выше на север Квинсленда. Как я сказал, больше всего страдает порт Макуари и городок, который называется Тари, который находится в 3-х часах езды от Сиднея. Пацифик Хайвей это основная магистраль, которая идет вдоль восточного побережья Австралии. Она перекрыта в нескольких местах. Причем люди оказались зажатыми, они не могут вернуться и домой, также не могут добраться до места назначения. А в некоторых местах дорога напоминает настоящий апокалипсис. Это настоящее преисподние, пекло. И водители убедительно просят не совершать никаких поездок в этот период. Также постоянно оповещают о пожароопасной ситуации через социальные сети. Есть специальный апп, есть информативный веб-сайт. И если вдруг кто-то оказался неподготовленным, то настоятельно рекомендуется искать просто открытое место и не ехать вблизи горящего леса, так как это является смертельно опасным. И уже несколько человек было эвакуировано из машин, которые попали в такие огненные ловушки. Да, это очень непростая ситуация. Сгорело очень много домов, сгорели школы. В некоторых поселках полностью разрушена инфраструктура, нет электричества. Ситуация очень сложная, однако для пострадавших правительство выделяет уже сейчас безвозмездные кредиты на восстановление, которые впоследствии будут погашены страховыми выплатами. А, кстати, вы знаете, что в Австралии существует несколько уровней пожарной опасности, которые повещают на дорогах с помощью специальных знаков. Причем самый низкий уровень, это вовсе не низкий уровень, а начинается он со среднего или умеренного. Затем идет высокий, очень высокий, суровый, экстремальный. И совсем недавно, несколько лет назад ввели еще один уровень, который еще гораздо сильнее экстремального, это катастрофик. Что такое катастрофик? Это вы можете представить, допустим, несколько месяцев, полностью нет дождей, в лесу, в австралийском бушу полностью сушь, жара плюс 40 градусов и выше, и сильнейший ветер 40, 50, 60 километров в час. То есть, представляете, малейшая спичка, малейшая искра, все, такой пожар контролировать совершенно невозможно. Этот пожар идет просто по верхушке леса, от него совершенно невозможно никак не спастись, не избавиться. Кстати, совсем недавно очень сильные пожары были также и в Тасмании, буквально 2-3 недели назад пожарные старались сбить огонь. Однако, в прошлой неделе налетел холодный циклон с Антарктиды, который буквально засыпал Тасманию 10-сантиметровым покровом снега. Народ, конечно, не растерялся, достал зимнее снаряжение, чтобы не упускать такую замечательную возможность последний раз покататься на снегу. Вообще, это считается нетипичным, вы можете себе представить, где-то в Краснодарском крае вдруг в конце мая снег в 10 сантиметров. Вот такое тоже в Австралии бывает. Вот такая вот, ребята, экстремальная Австралия, чего-чего, скучно здесь точно не бывает. Спасибо за просмотр, как обычно, оставляйте ваши комментарии. А я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Удачи, друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok